Всем-всем-всем-всем-всем привет! Сегодня с вами Ольга Патракова и я хочу сегодня в эфире провести волшебный рецепт весенней солнечной сладки, как моя... Кто? Не знаю, кто как моя. Так, что сегодня... Ой, мы сегодня в эфире будем готовить макаронс. Вот, всем здравствуйте! Всех рада видеть безумно. Я сегодня одна готовлю, поэтому немножко будут паузы, чтобы взять там ложку, пакет. Сегодня меня все бросили, все оставили. Я буду макарон сделать и жрать, потом тоже буду одна. Есть у меня там специальная подписчица, которая опять жрёте. Жрёте? Жрёте? И что? Она худеет, наверное, мне кажется, она худеет. Вот, так, дорогие мои, хочу познакомить вас с методом Патраковой. Метод Патраковой – это когда всё получается. Вот. Вы знаете, что у каждого кондитера есть свой метод преподавания, готовки, ещё чего-то. Мой метод заключается в том, что мои рецепты всегда у всех получаются. Ну вот, да. Это особенность моих технологий, это особенность моего мышления, это особенность моего преподавания. Вот. И поэтому я хочу с вами сегодня поделиться рецептом макаронс. Потому что с макаронсами обычно у всех всегда сложности. Рада всех видеть. Напишите мне, пожалуйста, из каких мы... Нет, не надо, из каких мы городов, это уже всё ерунда. Делайте, не делайте макаронс, мне интересно. И если смотрите меня в записи, тоже напишите. Мне правда это интересно, делайте, не делайте. И какие сложности, да, по каким, может быть, рецептам вы готовите, что, может быть, не получается, может быть, не пробовали, может быть, страшно, может быть, опасно, может быть, ещё что-нибудь. Мне волосы мешаются сегодня. Ну, главное, чтобы в суп не падали. Вроде не падают. И будет всё хорошо. Так, пустоты бывают внутри. Пишет Юля. Вот. Ну, Юля хоть что-то нам пишет, тоже хорошо. Я, извиняюсь, сейчас приберу немножко, там потрясу. Вот. Волосами. Вот здесь подбешивает всё немножко меня сегодня. Нет. Ну, вот. Да, я надеюсь, это не скажется на выпечке. Говорят, что если настроение не очень, как бы, у пекаря, то всегда всё будет не получаться. Но я вам скажу так, мастерство не пропьёшь, что-нибудь, да, получится. Мы делаем сегодня мои классические, по методу Патраковой, макаронс без сиропа. И это самая главная особенность. Рецептом я поделюсь, сделаю его также сюда, к видео, и сделаю отдельным постом. И что ещё? Я ещё хотела сделать, типа, рассылка по кодовому слову. Ну, ладно, так уж поделюсь, что там кодовое слово вам ещё писать. Вот. Чтобы вы не нервничали, что макаронс, сложный рецепт, как жить, что делать, куда побежать и куда бояться. Итак, у меня в рецепте есть два секретных ингредиента. Прям секретных-секретных. И вы, скорее всего, когда будете смотреть на рецепт, будете кричать и рать. Это что я тут такое придумала? Что ты тут такое сделала? Вот, да. Первый секретный ингредиент называется альбумин или сухой белок. Или яичный. Или яичный белок. Это порошок. Порошок белого цвета. Это белок высушенный. У него есть название альбумин, у него есть особенность. Он бывает очень дорогой и очень дешёвый. Дорогой. Импортный за 100 грамм может быть 500 рублей, может быть там, ну, тысяча вряд ли, конечно. Вот. И бывает русский отечественный яичный порошок. Там за 100 грамм может быть не 500, а 50. И это нормально. Ну, то есть, такая большая разница. Он одинаковый. Абсолютно. Анюта спрашивает, давно мне? Я только вышла вон в 4 с чем-то часов. Что-то с рассылками делала. Про пельмени эти делала, рассылки. Вот. Ну, это если вам интересно. Вам же интересно. Вы же за этим пришли сегодня. Послушать, чем я занималась с утра. Вот. Да. И так далее, и так далее. Вот. Пишут, что не делала, но хочу попробовать. Добрый день делала. Пару раз не получилось. Всё равно всё съели. Вот. Да. Сложность в том, что у нас есть некоторые особенности нашей речи. Вот. И некоторые вещи нам очень сложно передать словами. И их надо прямо понимать, куда смотреть и понимать, куда, как бы, тыкать. Я постараюсь вам сегодня объяснить, насколько это возможно. Насколько это не будет мешать процессу, наверное, вот так вот. Да. Потому что, ну, делать и объяснять тяжело. Потому что делать быстрее, в принципе. Ну, вы поняли. Вот. Итак, первый секретный ингредиент – сухой белок. Это яичный белок. И у него есть собственное название – альбумин. Вот. Раз. Его надо немного. 50 грамм купить, и вам за глаза хватит. Вот. И второй секретный ингредиент – это винный камень. И вы тоже думаете, господи, а это-то что за херня? Вот. Мука растухнет. Да. Винный камень. И это у нас в Европе кислота, которая добывается в бочках из-под вина, скал убывается, она там оседает. Да. Это кислота. Они ее измельчают, ее там очень много. Они там, видимо, все бухарики, вот, и так далее. У нас в России винного камня практически нет. И мы используем вместо него, не поверите, лимонную кислоту. Такой же абсолютно пропорции. Это тоже кислота. Самое главное, ну, кислота всегда мелкая. Короче, она должна быть мелкая-мелкая. Потому что, ну, мало ли, вдруг у вас какая-то крупная. Ну, все бывает в жизни всякого, да. А вот. И их нам нужно с вами по, там, полном рецепте 2 грамма. Мы делаем половину рецепта по 1 грамму. И это как бы мало. И здесь самая важная особенность. Раз чего-то мало, то оно значит сильное. Понятно? Это как соль. Чуть-чуть добавил норм, чуть-чуть больше добавил. Все капец, все испортил. Здесь то же самое. То есть, как бы нельзя ошибаться. И поэтому, помимо секретного ингредиента, у нас секретный, есть секретный инструмент. Называется, правильно, мечта наркобарона. Микровесы. Сейчас я буду взвешивать заодно. Вот микровесы. На них вообще взвешивают бриллианты, конечно. И наркоту. Но мы с вами будем взвешивать не бриллианты и не наркоту. Мы будем взвешивать. Вот я нашла такие, видите, формочки. Это, ну, видимо, конфетки сюда предполагалось. У меня конфетки сейчас не делаю. И поэтому я в них буду взвешивать. Микровесы также включаются спокойненько. И нам надо взвесить 1 грамм. Сначала вот порошка взвесим 1 грамм. В ложках даже не пытайтесь. Вот честно вам скажу. Ничего не получится. То есть надо именно на весах. Потому что непонятно, сколько это в ложках. Оно еще бывает то утрамбованное, то не утрамбованное. Вот. Это взвесили. И лимонная кислота. Она тяжелее. Ну, не тяжелее, она как бы более плотная. Ее меньше, кажется, на вид. Поэтому без микровесов это не получится. Но зато, если вы все взвесите, будет вам счастье. Вот я пересыпала. 1. А здесь точно 1. Давайте проверим. Да, 1, 1. Все окей. Все, сложные ингредиенты взвесили. Микровесами похвасталась. Все круто там. Итак, поехали. Дальше сразу я бы, знаете, что подготовила? Еще сразу бы я подготовила... Я почти все взвесила, кроме этой мелочи. Я бы сразу еще подготовила противни. Да, чтобы нам потом не мучиться. Как бы мне сделать, чтобы вы и меня, и стол видели. Живот мы только будете наблюдать. Ну, наслаждайтесь животом. Что делать-то? Так, вопросы можно по ходу, кстати, писать. Да. По ходу вопроса писать. Я буду камеру поворачивать, вам отвечать. Вот. Потому что я сегодня одна. Видите, чуть-чуть медленновато будет. Ну вот. Так. Так, противень. На него нам нужна бумажка. И вы видите, что у меня их несколько лежит. Я вам сейчас попробую показать. Вот это как блестит. Не знаю, блин видно, не видно. Она прямо блестит. Она вот такой ощущение, как маслянистая прям чуть-чуть. Вот. Если у вас есть силиконовые коврики, кстати, тоже хорошо. А вот это, она хоть и белая, но она такая прям шевшавая какая-то. Вот это, короче, говно нам не надо. А вот это жирненькая такая. Нам надо. То есть бумага важна. Важна бумага. Вот. Потому что если будет неправильная бумага, они не отлипают тогда. Ну, короче, если неправильная бумага, они неправильно поднимаются. И это прямо плохо. Вот. Вот у нас будет два противня. Мы делаем, напоминаю, пол рецепта. Это на 40 половиночек. Нет, не на 40, на... Да, на 40. На 40 половиночек 20 штук должно получить. Мне кажется, что-то как-то много. Ну, короче, сейчас попробуем, сделаем. Дальше надо приклеить. Я делаю это растительным маслом. Вот так брызгаю. Брызгалкой такой. Ну, вот. Не водой. Потому что вода, ну, она испаряется и нам дает с вами лишний конденсат. Вот. Поэтому лучше растительным маслом. Опять же, если у вас силиконовый коврик, он и так будет лежать. Задача, чтобы у нас ветром не сдуло. Вот. Да, чтобы у нас в духовке ничего никуда не уехало. И нам выдавливать было бы так удобнее. Ну, вот. Да, чуть-чуть больше расход получается. Ну, что делать, да? И нам нужно положить бумажку таким образом, чтобы она нигде не загибалась. Прям идеально ровно все было. Без всяких-всяких штучек. Тут все, в общем, понятно, да? Отлично. И поехали готовить. Так, миксер. Поехали готовить. Итак, пока я готовлюсь, давайте я вам расскажу. Приготовление, кстати, достаточно простое. Никаких сложностей нет. Вот. Важно взвесить все на весах у нас будет с вами. У нас будет с вами яйцо. Ох, подождите. У нас с вами будет белок жидкий. То есть, получается, два белка. Сухой был белок, да? Жидкий белок будет у нас с вами. У нас будет сахарная пудра, сахар, миндальная мука. И вот две вот этих маленьких ингредиента. Я сейчас все буду делать, все буду показывать. Не буду сейчас вас грузить цифрами. Или еще хотите цифры? Да, давайте скажу. Ну, мало ли, вы там до цифр не доживете, а видео посмотрите. Или не найдете, где рецепт. Потому что я этот же ролик в YouTube потом выкладываю. А в YouTube там хрен поймешь, куда нажимать. Если вы смотрите меня в YouTube, надо нажимать на название. Жирненьким название. Вот будет там макарон с ляля тополя. Вот на него нажимаете. И у вас откроется рецепт. На всякий случай вам говорю. Мало ли. Вот, давайте. А так расскажу. Говорю полный. Мы делаем половину. Миндальная мука 250 грамм. Сахарная пудра 380 грамм. Яичный белок 210 грамм. Сахар 20 грамм. Винный камень 2 грамма. Лимонная кислота у нас. Да? Яичный белок в порошке 2 грамма. Краситель по вкусу, по цвету, по правде. Краситель водорастворимый. Можно порошок, можно гелевый. В принципе, все понятно, да? Ну вот. Так, это прочитала. Так, включили, включили. Миксер у меня обученный, без каких-либо сложностей. Так, нам понадобится... Так, сейчас все сделаем. Киски мои. Предупреждала, что да, сегодня как бы не совсем все комфортно, но нам надо главное, чтобы видно было, да? Вот так, наверное, да. Отлично. И нам нужна еще миска, в которую мы будем наносить и взрывать. Так, поехали. Первый важный момент. У нас не должно быть никакой влаги. Обязательно все сухое должно быть. Раз. Дальше. Сюда мы с вами кладем яичный белок. Сахар. Дальше. Сухой белок. Лимонная кислота. И краситель. Вот. Я буду делать... Я буду делать... Вот у меня вопросы, или розовые, или желтые. Ну, желтые, розовые. Давайте, извиняюсь, аккаунт в ВК, в этом инстаграме... Ой, в инстаграме. В ВК розовый. Сделаем розовый. Из розовых пинкчербет. Вот этот. Рекламировать ничего нельзя, но он реально мне нравится. Он на вид как какашка выглядит цвет, но когда расходится, прям красивый розовый. Вот одну ложечку я беру. Ну, если мне не понравится, можно будет еще добавить. Это же будет взбиваться, а цвет будет, ну, как бы, светлеть. Вот взяли. Тут все понятно пока. Поставили. Все, вот он расходится. Смотрите, видите, какой уже красивенький становится. И взбиваем. Сначала на маленьких оборотах взбиваем. Да? Чуть-чуть знакомим, как бы, ингредиенты. Что мы с вами видим? Мы видим с вами, что у нас белый порошок по краям прилип. Вам видно, наверное, тоже вот он. Да? Его сейчас ложечкой прям счищаем. Это сухой белок. Не хочет он растворяться. Не быстро ему. Вот. Мы сейчас его чуть-чуть скорябаем. Ну, типа, давай, дорогой, тоже к нам весь, пожалуйста. Так, ну, вроде бы, вроде бы скорябался весь. Слово такое, да? Фу. Вроде бы, да. Вот. И еще разок взбиваем. На мягенькой скорости смотрим, все ли хорошо. Ну, вроде бы, все хорошо. Прибавляем скорость. Видно цвет, да, красивый? Я не знаю, вам вообще видно цвет. Не, не видно. Видно вам цвет? Ну, короче, он такой, сейчас он прям такой темно-красный. Он будет розовый. Вот. И что мы делаем в это время? В это время мы не сидим. Мы с вами берем сахарную пудру. Мы с вами берем миндальную муку. Про миндальную муку потом спросите меня еще. Я вам расскажу, как выбирать. Ну, в общем, как бы, пофигу какая. Вот. Ну, короче, спросите меня. У нас там перерыв будет небольшой. Да, вот. И перемешиваем. Перемешиваем хорошо до однородности прямо. Прямо, чтобы вот не было ни комочков, ничего. Вы видите, что я не просеиваю, да? Многие говорят, что просеивать надо, а я не просеиваю. И вот я вам расскажу как раз, почему я не просеиваю. Ну, можно просеивать. Если вы просеиваете, просеиваете. Здесь у нас взбивается все. И надо подготовить мешочки еще по мешочкам. Мешочки я беру одноразовые. И беру насадка, вот это 0,8. То есть это 80 миллиметров. Ну, почти сантиметр, короче. Две сделаю на всякий случай. Так, белок взбился. Нам нужно взбить с вами белок по... Ну, не совсем до максимума, где-то на восьмерку примерно. Ну, то есть если максимум это прямо не стоят, так, знаешь, как пластмассовые, то нам как будто бы чуть-чуть прям не добить надо. То есть они стоят, но как бы не уверенно. Мягкий клюв называется. Ну, вот. Вот, сделали, сделали. Вот. И есть еще один там прикол. Сейчас покажу тоже. Вот. Прикол вот он. Так, про мягкий клюв поехали. То есть наша задача с вами как бы взбить, да. Ну, чтобы оно все-таки было мягкое. Сейчас покажу. Подождите. Так, не знаю, видно вам, не видно, короче. Вот он как бы стоит, но вот как бы вот кончик, можно было чуть-чуть поменьше побить его. Вот он как бы соплюшечка такая, да, видно? Длинная, если короткая соплюшка, она такая более стойкая. Вот до такого состояния. Короче, как будто бы побили, но не добили. Здесь все. Миксер, все. Дальше, что мы с вами сделаем? Дальше у нас работа со смесью. Тоже в рецептах часто встречается, что надо что-то подогреть. Все верно, здесь тоже надо подогреть. Я ставлю в духовку. Вон у меня духовка. Да, температура там уже стоит 150, потому что нам надо печь будет на 150. Вот. Здесь тоже есть секрет, что вам надо узнать, сколько у вас там грамм, все по правде. Не сколько вы поставили, а сколько там по правде. Вот. И ставлю на 20 секунд. Просто в железной миске самое главное. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Да, смесь подогревается где-то получается до температуры 40-45 градусов. Миска горячая. А вот сама смесь, она сверху как бы потеплее, а внутри такая, как обычно. Вот. И вот она должна быть такая, вроде бы как бы подогрелась, вроде бы как бы нет. Вот это так должно быть. Берем, да, чуть-чуть еле теплой получается, да, посыпаем и перемешиваем. Легкий рецепт. Как вам? Пока что. Все, рассказывает дольше, чем делать по правде, да. И перемешиваем любыми движениями. Хотите аккуратными, хотите неаккуратными. Достаточно густая смесь такая получается. Вот такая вот, видно, пока густая. Вот. Прикол дальше следующий. Все перемешивают с разной интенсивностью. У всех, ну то есть, здесь у нас, короче, нам важно сейчас получить такую консистенцию, чтобы наша капелька, она с одной стороны чуть-чуть растеклась, но с другой стороны не растеклась, не растеклась. Понятно? Потому что если она растеклась, растеклась, то у вас будет одно большое море такое. А надо, чтобы она чуть-чуть растеклась. И вот это и есть самая сложная херня вообще в этих штуках. Все. Если вы это поймете, все остальное будет получаться. И здесь у нас опасность на каждом шоку. Первое. Как вы взбили белок? Второе. Сколько этого сухого точно положили? Мокрого точно ли взвесили? Понятно? У них густота разная получается. Как взбили белок? Насколько у вас мука была теплая? Чуть-чуть, плюс-минус градус тоже. И это все сказывается на том, насколько масса сильно взбита, слабее взбита, еще что-то дальше. Как вы перемешиваете? И поэтому надо вот этот момент перемешивания, да, прям проконтролировать. Я перемешиваю достаточно аккуратно. У меня масса еще плотная. Ну, то есть она еще держит форму. Помните, да? И надо ее доперемешивать до того состояния, когда она вроде как бы начнет чуть-чуть растекаться. Вот. Понятно, да, жопу вот эту? Вообще все. Везде непонятно ничего. Да? То есть, еще раз. У нас исходные данные чуть-чуть разные. Мы по-разному взбиваем. У нас разные микси, разное яйцо, разный сухой белок, разная мука. Вот это вот все. Мы еще по-разному перемешиваем. А в итоге должны получить одинаковую консистенцию, текучесть, как бы густоту. И у нас в русском языке нет слов. Нет слов, которые минут пять, говорит, ничего не понимаю. Вот, да? Которые бы объясняли, да, вот это слово. Нету. У нас есть густой жидкий, посередине. Как блины, как оладьи. Как ты должен это понимать? У меня такие блины, у тебя другие блины, да? Вот, да? И поэтому каждому нужно найти то слово, которое вам будет понятно. И тут важно. Главное, не пережижите ночи море. Лучше не дожижить, чтобы они были не дожидкие. Потому что, да, пусть они будут не такие ровные, но зато они получатся съедобные, красивые. И неровные макаронс. В России считается фу-фу-фу, типа, вообще-то что за отстой. А вот везде в Европе и за рубежом, наоборот, ручной труд. Они должны быть неровные, они должны быть немножко шероховатые. Понятно? То есть должны быть какие-то такие чуть-чуть. То есть, если вдруг они у вас неровные, то это просто европейский степень. Все. Чувствуете? Работает метод мой? Работает. Так, поехали, перемешиваем. Вот, там постоял немножко. Вот, видно, что у меня густая масса. Никак она там течь не собирается. То есть, какой-то текучести пока речь не идет. Но вы, еще раз, может, перемешайте, у вас уже, там уже какая-то текучесть появится. Как я проверяю? Смотрите, я беру прям много, много и проверяю, течет, не течет? Ну, ни хера не течет. В общем, как бы и так понятно, да? А вот. Дальше надо разжижить. Разжижают здесь метод. У них есть такое макаранжирование. Не знаю, почему такой метод. Да, это, короче, берем. Но здесь конкретно так. Постучать из стороны в стороны. Не буду вас грузить теорией. Там выделяется масло из миндальной муки, чуть-чуть разжижает. Не сильно постучали, перемешали. Проверяем текучесть. Больше текучесть уже, хотя бы как-то начало течь. Еще чуть-чуть начало течь, но в принципе, да, уже можно. Прям совсем чуть-чуть еще. И вот нормальная масса, она как будто бы начала течь. Видите, как будто бы начала. Не течет, но как будто бы вроде бы начала течь. И она вот там вроде как бы отсаживается, да, когда капает. Чуть-чуть растекается. Везде вот это чуть-чуть, куда-то, чего-то. Да, есть такие сложности, согласна с вами. Так, дальше, следующий момент. Нужно наложить мешок. Да, и здесь тоже оно же течь, будет вытекать. Поэтому мешочек мы с вами закрепляем любой прищепочкой. Чтобы не вытекало. Добавили. Положили. Раз. Два. Зачем вот я два мешка сделала? Ну, давайте два мешка положим. Два мешка у нас есть. Раз мешок, второй мешок. Прищепка. К мешке переводить. С таким месером. Да, это просто на европейском стиле. Не, серьезно. Я вам сейчас, вот мы, они должны сейчас постоять, что расскажу, короче, покажу. Покажу книжку. Я в Испании покупала. Пере, Эрме. Вообще уржетесь просто, серьезно. Вот. Положили. Положили. Помните, что миндальная мукостонка в чугунный мост. Не расходуемо зря. Я в рамках эфира, конечно, могу тут немножко порасходовать, но лучше, да. Вот. И дальше выдавливаем. Тоже. Русские школы достаточно категоричны в своих высказываниях. Надо выдавливать ровно сверху, чтобы оно ровно расплывалось. Я училась у француза. И он, кстати, не настолько категоричен. Он говорит, вообще пофигу, как ты выдавливаешь сверху, сбоку. Не важно, лишь бы кружочек получился. Вот. И он нам показывал, по-моему, три метода. Да, вот два из них у меня получаются, третий я уже не помню. Смысл такой. Сейчас покажу. Поверхность. Мешочек. Оттуда давится колбаска. Важно, чтобы ваша насадка была не прижата к поверхности, потому что тогда не будет растекаться ровный кружочек. А мы с вами выдавливаем, и наш кончик насадки должен быть где-то на сантиметр до. Понятно? Сантиметр до противня. И тогда, получается, масса красиво будет растекаться одним кружочком. Вот, да. Важно не шевелить насадку, чтобы вас в одно место давить, короче. Ну, как укольчик, да, лишь в одно место. И там, что, мантуга, у меня какие-то ассоциации сегодня. Вот. Да. Что там, про перчатки, что ли? Где тетки спутали? А, это вот это, что ли, у нас с тобой? Давай мы ее сейчас заблокируем. Давай, давай. Давай мы сейчас, подожди, добавляем ее в черный список сейчас. Давай. Да, ну, удалить комментариями и пофигу, в общем, как бы. Да, нечего нам тут срать. Удалить комментарии, удалить комментарии. Вот. Люди думают по своей, по своей, ну, обычности, что перчатки, они должны еду защищать. Перчатки, они нас защищают в первую очередь. Вот. Для того, чтобы мы не повредили руки, чтобы ядовитые вещества на них не попали, как любая спецодежда. Она защищает человека. Человек первичен. Вот. Вот. И все правильно про чистые руки. Раз. Второе, это щепрямую эфир. Алло. Это как бы, ну, неготовка настоящая. Вот. Да. Потому что я бы уже несколько раз, кстати, сбегала, руки помыла. Сейчас не бегаю, только поэтому вот там хватаюсь за что-то. Третьих, у нас тут все кухня. Если уж на то пошло. Ну, вот. Итак, поехали. По выдавливанию. Да. По выдавливанию. Да, помните, что оно течет, поэтому я его сверху вниз вообще не держу, да. Держим лежа по возможности. Да. Чуть-чуть подвинули, чтобы у нас дошла масса до начала насадки. Сильно туда не запихиваем, потому что начнет вываливаться. Да. Дальше. Там, где закончилась масса, собрали в морковку. Взяли между большим указательным пальцем. Пакетик на руку, как бы, да. И кончик намотали. Вот прям по видео делаете. И дальше вниз сейчас я не опускаю, держу наверх. Видите? Вот. Итак, метод. Ровно сверху. Держим ровно сверху. И вот он растекается. Ровно сверху держим. Сюда видно вам будет? Не видно? Это вот отсюда удобнее. Сейчас ровно сверху держим. И вот он растекается ровно сверху. Важно вот теперь этот кончик куда-то деть. Да. Чуть-чуть я его, как бы, размазываю. Чуть-чуть я его, как бы, размазываю. Блин, он у меня неровный. Подождите, я хоть посмотрю, что я делаю. Ага. Видно? Сейчас я сосредоточу на выдавливании. Чуть-чуть давим, не давим. Давим, не давим. Вот. Да, хочется подвинуть. Да, вот мне хочется подвинуть. Так же, лежа, иначе все вывалится. Но мне больше нравится... Вот эта пипка, видите, она посередине прям получается. Но мне больше нравится не ровно сверху, а чуть-чуть сбоку. То есть где-то, ну, относительно земли, то есть не вот так я давлю, а как бы вот так давлю, чуть под небольшим углом, да. Мне так вот, мне так комфортнее, приятнее, мне так как-то виднее, что ли. И тоже важно, чтобы у вас насадка не касалась земли, ну, противня. Иначе некуда будет ему тавонькаться, выдавливаться некуда будет. Ну вот, да. Чуть-чуть сбоку, вот смотрите, как это у меня выглядит. Чуть-чуть сбоку вот я делаю. Ну вот. И получается вбок тогда, вбок получается, вот этот последний кончик заворачивается. И получается пипка, она чуть-чуть сбоку, как будто бы видно, не видно, не знаю, надеюсь, видно. Ну вот, да. Как это более ровные. Ну, понятно, у меня рука набита, конечно, они у меня вообще, в принципе, более ровные такие получаются. Ну вот. И следующий этап у нас с вами называется постучать. Зачем? Чтоб они у нас немножко разровнялись. Подождите, еще чуть-чуть у меня тут выдавим. Три капельки достались. То я вам за этот, за экономию. Не время, знаете ли, шиковать сейчас. Ну вот, да. И чуть-чуть постучать. Постучать, притом не вот так, а прям роняем на стол, чтобы они немножко как бы разошлись. Вот, да. И показываю, насколько они ровные получаются, гладкие, ровные, все хорошо. И там, и так, там пипки расходятся. То есть и там, и там не видно. Ну, мне вот просто сбоку чуть-чуть комфортнее. Вот, да. Это один противень. И сейчас сделаем второй. Пять секунд. Делаем второй. Сейчас бы наложить какую-нибудь музычку, да, такую красивую. Единственный минус вот в этой бумаге, она очень неэстетично смотрится, да. То есть ни ролик красивый не заслежишь, ничего. Ну, а у нас тут производство, у нас не забалуешь. Все. Мы серьезные тетки, мы макаронцы делаем, а мы лежа, помните, лежа, не переворачиваем. Иначе вываливаться начнем, да. Что-то у меня микроразмер. Вообще по размеру тоже есть разные штуки. Считается, европейский размер, это 5-6 сантиметров. Русский эконом 3-4. Вот у меня сейчас русский эконом какой-то, блин, ползет. Русский эконом 3-4. И бывают еще огромного размера такие макаронцы. Называются они сфохан. Есть и 12, десертные такие. Ну, для макаронцы могут они называться. Огромные. У них в разрезе, прямо в начинке, как будто бы, да, ягоды бывают целиком. Там клубника резана, еще что-то такое. Ну, вот. Так, кривой уже у меня все, да. Не вращать, да, в одно место. Хоп! И сделал. И тоже посвящать. Так, ну что, я вам обещала, что их должно получиться у нас с вами 40 половинок. 5, 5, 5. Это у меня 15, 16, 17, 18, 19. Сейчас посчитаю. 19, 19, 20, 21. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20, 22. У меня получилось, получается, не 40, а 42. То есть у меня будет 21 штучка в итоге. Итак, и следующий этап у нас с вами, блин, все, меня не видно, не так, не так, короче. Следующий у нас с вами этап, это чтобы они сверху немножко засохли. Вы знаете, что макарон сверху ровный, и у них такие пузырьки только по краю, как будто бы они сбоку поднимаются. Это происходит за счет того, что верх тупо засох. Засох. И надо, чтобы он засох. Понятно, да? И получается, подниматься-то им хочется, а подниматься-то они будут, они должны от бумажки оторваться, приподняться, а верх гладенький тогда получится. Мы ставим с вами или на открытом воздухе, где-то полчаса-час, зависит от температуры, от влажности, от ветра или чего-то, или ставим под вентилятор. Особенности вентилятора, внимание, особенности вентилятора какие. Вентилятор с одной стороны дует, и они с этой стороны получаются больше засохнут, с этой меньше, поэтому нам надо еще вращать под вентилятором. Все, у меня вон там кондиционер, сейчас я под него поставлю. Вот, сейчас вернусь. Ну, вроде дует. Как бы сложно сказать. Так, все, я с вами, мои дорогие. Да, не выдержала руки, помыла сходила. Вот, итак, на что мы обращаем внимание. Еще раз, все взвешиваем на весах. Маленькие ингредиенты особо тщательно взвешиваем. Они маленькие как раз потому, что они очень серьезно действуют, они очень сильно действующие. Вот. Дальше про ровность макарон я вам уже рассказала. И про муку хотела... А, я книжку же вам обещала показать. Сейчас, подождите. Прям вообще. Короче, я была в Мадриде, такая гуляю-гуляю. И нашла... Это испанский город. И нашла книжку серьезно французского кондитера. Это очень известный кондитер Пьер Эрме. Это его кондитерский, по-моему, ладур. Или он туда делает макарон с ладур. Это прям... Или ладуре, как там считается. Читается, не знаю. Я не француз. Вот, совсем. Вот. И, короче, она на английском и на испанском. Прикольно же. Вот. Я испанский учу. Английский тоже не учу уже, конечно. И я начала смотреть, что у него. У него, вот как я учу, как мой метод. То есть, у него прям технологии. У него все прям подробно, хорошо расписано. Не торт такой, торт такой, учим рецепты. А учим понимание того, что мы делаем. Чтобы было понятно, почему это получается, это не получается. Вот. Да. При этом, ну, у него более, наверное, как более, ну, не профессионально, больше для ресторанов, наверное. У меня все-таки во всех курсах больше для домашнего производства. Вот. Потому что мы не пойдем в ресторан работать. Не знаю, может, вы пойдете в ресторан работать. Я вот не пойду в ресторан работать. Ну, и, короче, и до листовый у него до макаронс. И все, у меня начинается истерика. Я вам серьезно говорю. Наши бы такие выбросили. А у него это образцы для книги. Они мало того, что кривые, косые. Это надо... Внимание на экран. На поверхность, посмотрите, какая поверхность неровная. На бока, посмотрите. Как половинки подобраны. Вот здесь вот. Видите, кривые? Вот это что, блин? Вообще. Вот. Это разница менталитета. У нас почему-то пытаются уподобиться заводу. Понимаете? Вот. А во всем, ну, как бы, в другом мире, скажем, не хочу сказать, там, лучше, хуже остальном, да? Ну, вот. Ценится ручной труд, чтобы видно было, что это ручной труд. Ха-ха, Юля, мои глаза. Да. Вот. И поэтому, да, российские преподаватели, я не знаю, встречали вы, нет? Должно быть идеально ровно. Гладенькая шапочка. Сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю-сю. Ровно сверху выдавливать. Ни право, ни лево, ничего, никуда, ни туда. Вот. Я, как бы, более широких взглядов, я бы сказала. Вот. Главное, чтобы вам было хорошо. Да? Это, если вы делаете на заказ, они все равно будут смотреться прикольно и хорошо. Если вы делаете для декора, там вообще ничего не видно, не слышно. Вот, декор, главное по цвету попасть. Вот, если вы делаете поесть, вкусно вообще все. Вот, то есть их любые приготовь, они будут вкусные. Это поднялись, не поднялись, шапочка, не шапочка, не имеет абсолютно значения. Главное, чтобы мука была нормальная. Дальше для декора, я видела, у нас есть умельцы, которые делают даже из обычной муки, серьезно. Как это есть, я не знаю. Вот, ну, короче, у вас просто или русский стиль, да, или европейский. Вот, и все. Весь секрет в этом. Вот, да, ну, делайте, как вам хочется. Конечно, если вам самим больше нравится что-то такое, стремитесь к этому. Вот, и тут как раз вот поехали про муку. Мука у нас миндальная, первая, она реально может протухнуть. То есть у нее срок годности не особо большой. Вот, поэтому лучше покупать в кондитерских магазинах все-таки, в больших кондитерских магазинах и маленькими фасовками по полкилограмма. Килограмм не покупайте, если вы их только, ну, массово не делаете. Если вы их массово делаете, покупайте коробками большими по 25 килограмм. Вот, соответственно, дальше. Чем хороши кондитерские магазины? Они берут тоже коробку, фасуют на мелкие партии, и эти мелкие партии быстро очень уходят. Значит, вероятность того, что у вас будет хорошая свежая мука, больше, чем вы купите в маленьком магазине, или даже в обычных пятерочках, бывает, продается. Там не факт, что вам попадется именно свежая мука. Серьезно. Вот. По фирмам лучше испанская мука. Бывают у них супер мелкий помол и просто мелкий помол. Так вот, если вы заморачиваетесь над идеальной поверхностью, берите супер мелкий помол. Меня не напрягает. Серьезно. Мне нравится и так, и так, и так. Но по цене большая разница. Я поэтому беру просто мелкий помол. Понятно? И я его не просеиваю. Почему? Потому что, когда ты его просеиваешь, там у тебя все хорошо. У тебя получились там прям пыль такая получилась. Супер. А вот эти крупные крошки, их куда? Ты их куда денешь? Понятно? То есть, это надо придумывать рецепт. В которой вы это будете использовать. Потому что ты за это тоже заплатил. Тебе кажется, ой, что там ложка? Тут ложка, там ложка. Помните, кондитер должен еще окупаться. Потому что мы заходим чаще всего в кондитерку, как в бизнес. И мы хотим на этом вообще-то еще и зарабатывать. Понятно? Поэтому мука просто мелкая. И я не просеиваю. Разница будет. Сейчас покажу. У меня есть картинки еще. Разница будет. То есть, если вы просеиваете, то, скорее всего, будут они прям гладкие-гладкие. Вот такие. Видно? Это постеры. Если вы не просеиваете, вот это даже не просто мелкая, это прям такая, прям крупная мука. Вот. И такие у них тоже ценятся. Понятно, да? Вот. И такие тоже моими ценятся. Это вот, это даже крупные. Это не про мелкие. Вот он где-то мельче все-таки мелкий, по-моему, у которой. Понятно? Так, отлично. Сейчас я посмотрю, да, какие вопросы вы мне задаете. Сейчас до начала промотаю. Вот. Что-то там, что-то, может, задавали хорошее. Ну-ка. Нет, не стухнет ларионова. Все будет хорошо. Не делала с винным камнем или с арбумином. Юля пишет Клачева. Делала с сиропом. Чаще всего рецепт с сиропом. Он более распространен. И он реже получается, потому что там больше вероятность везде ошибиться. Ты должен как-то взбить, во-первых. Потом ты должен сварить сироп до правильной температуры. Мы не всегда это умеем делать. Там тоже термометр. Вот. Не тоже термометр, а тоже инструмент. Дополнительно нужен у нас, получается, микровесы. Там термометр. Вот. Тоже возможность ошибиться всегда. Потом должна быть правильная температура. Потом ты должен правильно смешать. Потом, опять же, это консистенция, которая должна вроде как течь, а с другой стороны не течь. Миксеры разные, время разное взбивание. И там вообще всё прям очень тяжело проконтролировать. Больше точек, где можно ошибиться. Более сложный рецепт. Ещё раз, самое важное в макаронск это последняя текстура. Чтобы с одной стороны оно вроде начало течь, но с другой стороны не течёт. Не течёт. Пересмотрите это видео. Посмотрите, прям вот на замедленной съёмке, посмотрите, как оно выглядит. Здесь должно быть хорошо видно. Для того, чтобы вы для себя поняли, не поняли, с чем-то сравнили. То есть это для вас как что. У меня ученики бывают, смотрят, например, им оно блестит. Они говорят, о, какой-то блеск появился. Бывает, похоже на яблочное пюре какое-то там, самодельное, не самодельное, у всех по-разному. Бывают у кого-то это такие оладьи. И бывает, у меня была девушка, я всегда это рассказываю, она говорит, о, это бетон такой-то марки. Догадайтесь, где она работает. Вот, так, Юля пишет, видно, купила коврики для этих целей, отлично. У меня тоже где-то они были, где не помню, честно скажу. Ну, бумажка пусть будет, потому что вы, скорее всего, на бумажке будете делать. Так, цвет, кстати, получился. Ну, вот для меня темноват, я думала, что он посветлее будет. Ну, он красивый, будет хорошо смотреться, и прям как вот, как мой логотип. Логотип, видите? Вот, так, вопросы, вопросы. Ирина, да, все, мы уже удалили у нее все эти самые. Вот. Про перчатки. Про перчатки, это, слушай, если к тебе зашел никто, ага, если к тебе на эфире никто не начал возмущаться про перчатки, значит, еще недостаточно известен, мне кажется, все. Это, девочки, это вот она, пришла известность. Все, наконец-то у меня появились хейтеры про перчатки. Йо-хоу, как хорошо. Все, вот она, вот она слава-то, слава меня догнала. Да, это частое заблуждение, но я уже об этом говорила, что перчатки более стерильно, чем мыть руки. Вот, нет, не более стерильно. Руки ты помоешь, на руках ты чувствуешь грязь, руки ты моешь чаще, это проще. Перчатки ты надел, и ты в них работаешь. Во-вторых, руки преют, вернее, во-первых, там руки преют, там реально тяжело. Во-третьих, если там лепить, что-то делать, вообще невозможно. Вода и перчатки, ты же не будешь их менять каждые там 5 минут. Нет, ты в них и будешь работать. Ты в них будешь там, если у тебя башка чешется, ты что-то будешь? В них и чешут, господи, я вас умоляю. На производствах никогда не были. У меня много учеников бывает с производства. Короче, руки мыть, давайте так, не буду вам ужасы рассказывать. Руки мыть, дорогие мои. Так, вот, Оля говорит, что все нормально, ей все понятно. Тоже мне нравитесь. Я когда про курсы рассказываю, я всегда говорю, что самое главное выбрать своего преподавателя. Серьезно, потому что обучение кондитерке это длинная работа. Это если у вас, ну, как бы много времени, то это на это уйдет 2-3 месяца, серьезно, если вы больше ничем не занимаетесь. Но мы чаще всего заходим в кондитерку, когда мы работаем где-то и тратим, получается, выходные дни, ну и 1-2 вечера. И в таком случае это занимает полгода-год, пока ты или успокоишься, или научишься, понятно, да? Вот, перестанешь учиться, или, может быть, бизнес откроешь дальше. Ну, где-то полгода-год, блин, это год на человека надо смотреть. Вот. Я не советую прыгать через разных педагогов, пока вы базу не возьмете. Базу возьмите, научитесь прям стабильно, хорошо понимать, что вы делаете. Метод Патраковой, помните. Вот. Это когда все получается. Вот, да? Базу. Потом выберите тот вид декора, который вам нравится, потому что мы все-таки больше на декоре специализируемся. Печем мы все плюс-минус одинаково, если серьезно вам скажу. Даже если вам кажется, что вы печете лучше всех, ну, пусть так кажется с другой стороны. Чего я вас буду переубеждать? Выберите вид декора, который вам получается и нравится. И вот уже с этим декором походите по педагогам. Походите, посмотрите, кто, как, какие-то фишечки свои рассказывает. Какая-то там, какая-то методика, может быть, да? Чтобы у вас больше кругозор был. Вот только тогда. Но базу всю, базу всю основу, все основы технологии. Выпечка, сборка, бисквиты, крема, да? То есть технологические процессы, как это вообще все происходит. Лучше взять у одного педагога и у него взять какие-то основы по декору. То есть хотя бы понимание, что такое айсинг. Понимание хотя бы, что такое крем, как с ним работают, как эти цветочки грёбаные делать. Да, понимание, что такое мастика, как её сейчас используют. Понимание, как работать с шоколадом, как работать с карамелью, как работает там с чем, с вафельной бумагой. Сейчас новый у нас, ну, уже года два, как правда, да? Новый материал появился, волшебный, хороший, интересный. С ним до сих пор придумывают необычные методики его использования. Там глицерином заливают, желатином заливают, ещё чем-то прикольные. Цветы, фигурки, какие-то там фактуры делают вообще. Этот, видели торт в таких штучечках? Прям вообще красота. Такие штуки всякие разные, прикольные, да? Вот какая-то свадебная сборка, хотя бы основы какие-то возьмите. Поймите, что вам из этого, о, моё зашло, да? Ну, в идеале диплом получите, потому что у меня, например, все курсы с дипломом. Это из серии корочка нужна? Нет. А зачем? Душу греет. Вот серьёзно, это как раз такая вещь, которая... Но я предполагаю, что в будущем, кстати, нас немножко прижучат. Ну, сейчас самозанятость ввели, вы заметили, да? Сертификацию как-то чуть посложнее сделать. Вот. Мне кажется, потом начнут проверять. То есть, кто делает, есть ли у вас какое-то образование, кто-то вообще подтвердил, что вы кондитер, из какого хрена вы решили на заказ делать. Да, есть такое. Да, и я рекомендую тоже не париться, если вам там доход, оборот, наверное... Нет, давайте, если вы делаете до 10 тортов в месяц, если вы делаете, можете пока не напрягаться. Если больше, уже надо задуматься, вот, и уже или диплом получить. Если у нас, то можно получить после других курсов и после самообучения. Вот. Ну, то есть, как бы, не учась у нас, только экзамен сдать, работы свои предоставить, да, и диплом получить. Вот. Это стоит 15 тысяч, но если вам интересно, на момент записи. На момент записи, вот. Да, и можно поучиться. Прямо поучиться хорошо, спокойно. На четвертый разряд это 16 тысяч стоит. Вот. На пятый разряд это 48. Там, вот там как раз все виды декора, все виды этого, все виды того. Про фотографирование, про бизнес. Вот это полгода курс. Вот. И самое важное, что не надо платить сразу. Надо платить частями. Вот. Нет, надо платить сразу. Надо платить сразу, что я? Надо сразу. Вот. Но вообще надо платить частями. Рассрочки банковские, внутренние, все. Все как хотите, все есть. Вот, да? Так, ладно, я к вопросам вообще. Что тут это самое? Сохраните запись. Да, 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 да. Сохраню. У меня диаметр получился 4 сантиметра. Так, антигравити. Смотри. Добрый вечер. Чтобы сделать несколько разной операции, нужно надевать чистую пару. Все правильно. Да, да, да. У нас говорили, клювик. Да, 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 это и есть клювик. Все правильно, все правильно тебе говорили. Антигравити имени нет, но да. На какой меренге делали? Это французская считается меренга. Вот. Французская холодная. Ну, то есть без обработки. Швейцарская бывает, итальянская бывает. На французской самый легкий рецепт. Вот. А я за легкость. Я за легкость. Я за то, чтобы быстро получалось, легко получалось, всегда получалось. Не усложнять процессы. В жизни хватает сложности, товарищи. Я за простоту. За... Ну, ты пришел после работы, начал делать макаронс. Вот сейчас тебе еще сложности какие-то нужны. Давайте как-то вот попроще все, чтобы время сэкономить, процессы сэкономить. Быстрее сделать. Усложнить. Пусть там кто-то другой... Усложнить мы всегда себе можем придумать, усложнить. Знаете, научимся просто. Просто. Так, хорошо. Кондиционер. Холодным дует? Он нет, у меня не холодным дует. У меня кондиционер, он такой, знаешь, как бы обычным воздухом дует. Потому что у нас как бы зима на улице, у нас охлаждение, охлаждение нет, он как вентилятор скорее работает. В минус там, у нас не много, у нас минус 5, наверное, еще охлаждение. Нам жарко. Давайте нам охлаждение. Ну вот. Офигеть. Твой внутренний перфекционист в шоке пишет, Юля, да, 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 да. У нас просто, ну как бы, другие традиции что ли, понятно, да? Другой какой-то, не знаю, привычки какие-то другие. Может быть так, не знаю. Так, дальше. Франжипан. Вот, непонятно, что такое имеется в виду. Как начинку будете делать? Начинка у меня готовая. Я вам расскажу про начинку. Вот. Да. А начинка у меня готовая. Так, а, все, дошли до конца. Итак, дорогие мои, традиционно, какие делать начинки? Так как у нас с вами масса, вот эта вся, из сахара, пудры и миндальной муки, она капец как сладкая. Она вообще очень сладкая, супер сладкая. Мега супер-супер-пупер сладкая. Вот. Да? То обычно к ней делают кислые начинки. Ее компаньон, основной компаньон макаронс самих, самих, а вы поняли, что, да, что шапочки вот эти, да, сами печеньки, они делаются всегда по одному рецепту. Цвет меняешь только и все, понятно? Это один рецепт. То есть вы должны один рецепт научиться делать, чтобы у вас получался. Цвет меняешь, начинки меняешь. Все. Все, все. Вы макаронщик, макаранджатор, макаронодел. Есть какое-то слово интересное, прикольное? Вот. Ну, короче, и стандартный компаньон, который чаще всего встречается, потому что на желтках и кислый, это, кто знает, напишите мне, на желтках кислая начинка. И у нас будет не она, а, 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 кто знает? Никто не знает. Так, я жду, я пошла макаронс переверну немножко. Сейчас, подождите, пять секунд. Валерий, у тебя как дела? Хорошо. Ну, хорошо. Все хорошо, все хорошо. Красивый цвет. Цвет? Ну, я хотела посветлее. Да? Да, похоже, все-таки мне вот темновато немножко. Они пока яркие. Уже они подсыхают? Да, подсыхают, хорошо. Уже с этого можно будет делать. Яркий, да? Для фото будет хорошо. Да, шикарный. Вот, да. Единственное, что для еды бы я, конечно, такой яркий не делала. Для еды бы я сделала бледненький. Вот, я эту бледноту бы ела. Пишут Курт. Курт, да, все верно, все победители. Вот, так, Оля, беги, запись будет. Вы знаете, что в ВК эфиры сохраняются автоматически. Если нас выкидывает, я так сейчас говорю, опрометчиво, а вдруг нет. Ну, короче, если даже нас выкидывает, то они тоже должны сохраняться автоматически. Да, Курт. Курт можно делать из лимона, можно делать из любых цитрусовых. Очень вкусно Курт делать из смородины, из красной. Из красной, вообще просто бомба. И мне еще нравится очень Курт из брусники. Вот, рецепт один и тот же. Меняешь только вот этот вот, вместо сока лимона или пюре лимона, смотря что у вас. Да, в рецепте... О, блин, все, я есть захотела, походу. Вот, да, вы меняете на пюре брусники, пюре смородины. Хотите протирайте, хотите не протирайте. Мне нравится, когда там какие-то штучечки такие внутри. Вот, мне кажется, как будто это сразу натуральное такое. То есть используйте как угодно. Вот, да. И второй тоже ингредиент, который часто используется как начинка, это у нас с вами ганаш, шоколадные начинки. От шоколадных начинок, конечно, немножко слипается сладкое со сладким, пересладким, высладким. Да, но ганаш очень хорошо хранится. Курт, кстати, тоже хорошо хранится в морозилке. Вот, в холодильнике, в стерильной упаковке он хорошо хранится. Вот, в макаронцах нет, понятно? Ганаш хорошо замораживается, хорошо переносит разморозку. Вот, и поэтому его часто используют для долгоиграющих каких-то макарон, с которых надо, чтобы они полежали. Вот, что мы делаем дальше? Сейчас нам надо будет их испечь. Нам нужно будет засечь 7 минут по таймеру. Вот, в этом рецепте. И в этом конкретном рецепте они, смотрите, поднимаются, 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 поднялись. Вот, да, вот, и стоят такие. И когда ты их достаешь, они чуть-чуть опустились. И мой был большой секрет, удивление, что макаронц внутри, они как бисквитик, как тесто. Не сухая печенька. У меня почему-то всегда миндальное вот печенье, как это в голове было, до того, как я вообще научилась их делать. Не сухая печенька, а там внутри такая сочная прям мякоть такая, знаете, как бы хлебушек такой, кексик, кексик, бисквитик, кексик. Вот, оно внутри, в общем, не сухое. Оно должно пропечься, оно должно подняться. После духовки по этому рецепту чуть-чуть они присаживаются. Понятно? Да, то есть ничего страшного, если они чуть-чуть осядут после этого. Вот. И внутри они должны быть такие, ну, как бы, вот, ну, такие нормальные. Более мясистые по итальянскому рецепту, на итальянской меренге. С рецептом, где сироп. Но его сложнее делать, поэтому я его не даю в открытом доступе вообще никогда. Ну, вот. Дальше. А по макаронсу у меня, кстати, есть онлайн-курс. 2 500 всего стоит. Ну, мало ли, вам надо будет еще этот же рецепт. Плюс рецепт, получается, на сиропе. И плюс рецепт вот эти большие. Ну, это вот, по-моему, или сиропные, или вот этот я сделала большие. То есть с выкладкой тоже посмотреть как. Да, курс древненький уже. Вот, на меня худую посмотрите. Тоже прикольно. 2 500 стоит. Доступ постоянный. Сертификат после выполнения уроков есть. Уроки на гет-курсе лежат. То есть надо будет подключиться к платформе. Это несложно. Из плюсов гет-курса у нас приложение в телефоне. То есть в телефоне можно смотреть. Мне очень удобно. Вот. Ну, мало ли, вдруг надо. 2 500. Все рецепты, пожалуйста. Вот. И к ним, по-моему, что-то 14 начинок у нас идет. Или сколько-то там начинок. Ну, короче, нормально. Там хорошо. Вот. Сейчас мы будем с вами делать начинку ганаш. Потому что он у меня готовый. Вот. Для этого мы берем пакет. Без мешочек, без насадки, без ничего. Вот. Кладем туда сразу начинку. Важно, чтобы он держал форму. Видите? Вот. И я вам расскажу, как он. Мне надо сделать-то вам, блин, три штучки показать всего. Вот. Да? Чтобы он держал форму, но при этом не был. Я отрезала вот пять миллиметров, получается. Пять миллиметров. Вот мой палец, смотрите. Пять миллиметров, да? И вот. То есть, если он не будет держать форму, он у вас вытеснет. И вот. Все. Это готово. Это готово. Ганаш нужно взбивать, как хотите. Можно взбивать, можно не взбивать. У меня не взбитый ганаш. У меня не взбитый. Как хотите. Ганаш просто при взбивании может немножко расслоиться, если у тебя температура неправильная. Надо взбивать его прохладный. Не холодный, не горячий, не теплый. Да, прохладный такой. Где-то плюс три градуса, плюс пять градусов. Вот такой температуры. Хорошо взбивается. Еще прикольный сейчас рецепт встречали, да? Взбитая карамель тоже волшебно подходит. Все хорошо. Но это тоже сладкий-сладкий. Пупка слиплась. Да, я все-таки рекомендую делать сладкий-сладкий. Какую-нибудь кислую серединку еще сделать. Ну, колбаску. Я буду показывать. Колбаску выдавить и в серединку что-нибудь кисленькое положить. Вот. Так как-то, ну, не знаю, как-то вкуснее. Как-то, ну, как будто бы что-то разнообразное. Ладно. Я думаю, мои макарончики захотелось слезть сладкого. Конечно. Вот я тебе об этом и говорю. Что ты пришел на работу, и только и делаешь что-то. То хочешь, то жрешь. И все для сладкого. И все есть, понимаете? Прикол-то в том, что еще легко готовить. Стол огромный. Я же в студии своей готовлю. Прям всего дофига. Вот. Так я пошла за... Ну, что я поднимаю? Они же подсохли. Как проверять? Показываю. Близко покажу. И так, на вид никак не скажешь. Иногда они становятся чуть более матовые. Эти почему-то за счет красителя не стали более матовые. Как я проверяю? Пальцем. Смотрим. Да. Если надавить, то они там мягкие, я прям чувствую. Но вверх прямо схватился. Я прям трогаю. Слышно вам? Вот. Если я надавлю, они там мягкие. Да? Но верх схватился. Как будто бы пленочкой, корочкой такой. Понятно? Вот. И можно спокойно, вот как бы мягенько так вот провести поверху. Прям полностью. Вот так пальцами тыкаем. Так проверяем. Почему я не говорю точное время? Потому что вот у меня вентилятор, он вот так дует. У вас вентилятор по-другому дует. Если дождь на улице, они еще медленно сохнут. Потом на итальянской меренге, кстати, с сиропом дольше сохнут. Вот. То есть очень много непонятных условий везде. Сушим до того, пока не засохнут. Ориентировочно жаркая, сухая погода где-то 15 минут хватает. Даже 10 может быть. Вот. А с ветром. Если влажно, осень, ну сейчас не осень, сейчас зима, то где-то 30 минут, ну час вряд ли, ну, ну, час вряд ли. Ну, до часу, короче. Вот так вот. Так, мне нужен будильник. Мария, ждай нерабочий телефон, пожалуйста. Я на нем поставлю таймер. Потому что иначе, иначе я, ну, 7 минут не засеку. Этот рецепт готовится 7 минут по таймеру. Температура в духовке. О, почему тут какие-то эти... У меня таймер на 7 минутах. Вот. Температура в духовке 150 градусов. Здесь тоже есть важный момент. Я на нем всегда обращаю внимание, всех своих учеников прямо дрючу. Вам нужно знать, что там 150 градусов. Для этого нужно откалибровать духовку, узнать, сколько там градусов. Сейчас вас грузить этим не буду. Вот. Потому что все духовки подбирают. Вот у меня хорошая духовка. Смек. Для тех, кто спрашивает, какое название. Она врет на 2 градуса. А у меня до этого на производстве в Люберцах была духовка Гастрораг. Чувствуете, название какое прям такое хорошее. Она брала на 15 градусов. Там вообще ничего не получается. И я-то понимаю, что как бы, да, моего опыта хватает, чтобы узнать, что это дело в духовке. Но у всех начинающих, как бы еще, ну, как сказать-то, недостаточно опыта, чтобы оценить, какой элемент нарушился. Да, спросить чаще всего тоже никого. Вы еще, может, ни у кого не учитесь. Вот. На какой элемент нарушился. И поэтому вы что думаете? Руки с жопы. Ну, мы обычно же думаем, что мы виноваты. Еще муж обычно ходит и ржет где-нибудь вокруг. А, кондитер, макарон сидела. Ты себя в зеркла видела. Какой с тебя кондитер? Какой из тебя этот предприниматель, бизнесмен? Вот, да? Вас, я надеюсь, не так? Вас, я надеюсь, хорошие мужья. Вас поддерживают. Вас все замечательно. Все хорошо. Я надеюсь, что это... Что ты говоришь? 23-е завтра. Они хорошие. Они хорошие? Боже, а я тут такие слова говорю. Марин меня ругает. Ладно, все, поехали. Ставим. Ставим два противня. Четыре не ставим. Пожалуйста. Четыре. Слишком влажно там будет. Так. Сто пятьдесят. Поставили. Поставили. Покажу. Я в серединку ставлю. Закрываем. Хлопать не... Ну, хлопать не хлопать, это не принципиально, но... Старт. Но желательно все-таки не хлопать. Все-таки. Муж обычно сматывается, а то он виноват будет и получит. Правильно. Да, да, да. Ну, мужья по правде разные. В большинстве случаев, если у тебя внутри огонь горит, да, если у тебя внутри есть вот это вот какое-то желание что-то делать, обычно мужья поддерживают все-таки. Вот. Мой... Я начинала бизнес с третьим мужем. У меня уже был после этого четвертый муж. Историю про мужей у меня все старенькие слышали, новенькие. Ну, не в этот раз расскажу как-нибудь. Вот. Начинала с третьим, с Лешей. И он, когда я начинала, он такой, ну, хоть бы в ноль выходить. Год проходит, я вышла в хороший плюс. Если вы читали мою историю, зайдите ко мне в группу, почитайте «Мой путь». Вверху вот так вот пролистывайте. Это маленькие кнопочки такие розовенькие. «Мой путь». Пролистайте. Вот где-то через год я уже открываю, переезжаю помещение, открываю микрокондитерскую. И он такой, давай я тебе буду помогать. И все. И уже помогает. И в принципе все истории учеников успешных, да, там та же, не знаю, Аня Кокина, соответственно, еще кто-то там. Вот. У всех, у всех практически мужья начинают помогать. То есть всегда семья сплачивается все-таки с поддержкой легче. Все-таки с поддержкой, ну, лучше. Поэтому я всегда зову всех. И на курсы, и к нам, и в клуб, и везде зову. Ну, пригоняйте. Потому что все-таки лучше. У меня для учеников есть большой чат. Присоединяйтесь. Там хорошо. Там поболтать. Там обсудить. У меня чат общий для всей школы. Вот. Чтобы можно было там, ну, как следует, потрындеть. В Телеграме, если что. Вот. Да. Поэтому если вы хотя бы что-то у меня проходили, можете добавляться в чат. Ну, вот. Чат общий. Не поддерживает. Смотрю. М-м-м-м-м-м. Не поддерживает. Ну, а ты нормально уже зарабатываешь? Может быть, он просто не верит, что у тебя получится? Ну, или мужа может поменять. Ну, так. Ну, это окна вскидку. У меня вот, видишь, после третьего, ну, был уже четвертый. Четвертый долго не задержался. Так. Ольга спрашивает, останется видео на стене? Да, останется видео на стене. Вот. Я не жадная. Я вообще как бы для миру мир. Вообще надо с чего-то стартовать всегда. А то же все купи-купи. Купи. Купи у меня за 48 тысяч курс. Купи у меня за 16 тысяч курс. Нет. У меня можно стартовать, кстати, вообще очень дешево. У меня можно стартовать с нуля. Понятно. Заходите ко мне в видео. Все знают, где видео вообще в ВК. Есть в каждом сообществе с флагом видео. Там, где товары. Товары, видео, там же фотографии, еще что-то. И там же видео. Вот нажмите у меня на видео. Я не помню, сколько, больше 100 штук видео. Это разборы аккаунтов. Это, соответственно, рецепты. Очень много готовки. У меня очень много готовки. Это, кажется, я по бизнесу вещаю умное, рассказываю, как лучше продавать вот это, как работать с заказчиком и так далее. Для зачем? Для того, чтобы вам было легче стартовать. Чтобы вам было легче определиться, подходит вам преподаватель в конце концов. Или нет. Где посмотреть-то? Можно все посмотреть? Можно. Заходите ко мне в видео, смотрите. И дальше я советую, после бесплатного посмотрели, все равно всех нюансов не узнаешь. Все равно надо, чтобы я еще посмотрела, как вы готовите. Я еще посмотрела, все ли у вас вообще получается. Я еще посмотрела, как там у вас дела вообще. Да, вот это вот так у вас, не так. Надо, чтобы вам было у кого-то спросить. И дальше я советую всегда у меня проходить, если у вас как бы с бюджетом не особо еще, проходить два марафона. Это крема и бисквиты. 10 рецептов кремов, все рецепты, 10 рецептов бисквитов, 5 рецептов кремов с вариациями. Это все рецепты. Ну, короче, все рецепты кремов. Много кремов. Много кремов. Там важно в технологиях, да, чтобы вы прониклись, да, методом Патраковой, чтобы вы поняли, что у вас все получается. Вы уже наработали хорошо базу. Те, кто прошел эти марафоны, я прям жду от вас. Ну, посмотрите, да, я жду от вас прям вау-вау, потому что это реально вау-вау. Тысяча, тысяча. Ну, тысяча, тысяча как-то можно уже начать. И вы уже будете делать, вы уже будете стабильно делать, и уже можно будет продавать. Вот, да, с простым декором. И дальше уже потихонечку мы с вами забираемся на курс за 7 тысяч или за 16, это один и тот же, за 7 без диплома, с 16 с дипломом, на 4 разряд. То есть, следующий, после, то есть, бесплатная, потом марафоны за тысячу, за тысячу. Вот, лучше, не знаю даже, какой лучше, кремаль и бисквит, надо оба проходить. Вот, чтобы базу взять, рецепты все получить. Рецептов много, прям много. Вот. Дальше мы берем следующий курс на 4 разряд. Это вся база по выпечке, все основные рецепты. Еще 2 минуты. Да, все основные рецепты. Вся технология, чтобы она у вас уже была. Для дома вы готовите, на заказ вы будете готовить, всегда пригодится. Вот. Да, и там я собрала в этом курсе простой декор. В чем прикол простого декора? Там мешки и насадки, но всего там вот потратить условно тысячу рублей, и вы сможете сделать мне 5 видов таких, 2 вида такого, полукруг. Простая лепка, я показываю, как элементарно слепить там мышку наружку и так далее, и так далее. Вот, все простое, все элементарное. И у меня там 7 видов декора, которые легко сделать, и можно сразу продавать. У меня и текстурирование, что делать, если плохо выравнивается. Потом вот я всю неделю про выравнивание рассказываю у себя в группе. И там у меня вот эти 2 рецепта по выравниванию. Подробнейший рецепт. Близко прям снимаю, как выравнивать круглый торт. Подробнейший рецепт, близко тоже снимаю, не рецепт, а мастер-класс, урок. Как снимаю, как выравнивать квадратный торт, чтобы у вас прям все было идеально. Потому что все-таки ровный торт – это залог идеальности. И если без диплома 7 тысяч, в 2 приема по 3 500 уже в принципе ок. Потому что это надо продать 2 торта, и все, вы закрылись, считай, полностью оплату. И дальше мы уже тихонечко думаем, идет не идет у меня, получается не получается, давай-ка я все-таки получу уже более-менее профессиональное образование, как-то закреплю свои знания, закреплю вот это. И дальше мы уже идем на пятый разряд. Вот это большой курс на полгода. Взяли, да, по 4 тысячи в месяц платим на год. По 4 тысячи – это один торт вы, если даже продали, вы уже купили обучение. Один. А вы никуда не денетесь, вы будете продавать, потому что там уроки по продажам есть. Там уже группа поддержки достаточно серьезная. У вас уже красивые торты получаются. И вы, считай, бесплатно учитесь, еще и зарабатываете. Все. Доступ у меня к урокам постоянный. Вы уроки, кстати, сразу все видите. То есть вы можете смотреть больше. То есть делаете по одному, смотреть можете больше. Все подряд. И они вам потом останутся навсегда. Дальше учеников консультирую, если сложные вопросы я. Так, стоп, стоп, стоп. Если, соответственно, легкие вопросы какие-то, то и куратор бывает подключается. Но с другом я стараюсь всех-всех-всех-всех проконсультировать самостоятельно. Ну что, ветрищи у нас. Ветер, 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 ветер. Ты, мои лапоньки, поднялись. Так, даем волосы немножко. Мои солнышки высохли. Вот, показываю вам. Вот криво высохли. Смотрите. Сейчас покажу, что будет, если криво высохнуть. Смотрите. Сейчас, как вам показать-то еще, блин. Чтоб ничего не слилось. Видите, они с одной стороны как бы больше вытекли. А с другой стороны как бы меньше вытекли. Короче, они как бы... Они просто горячие, мне тяжело держать. Вот. Да? Тот вот нормальный противень, а этот вот видно, что прям вытек с одной стороны больше. Они с одной стороны больше как бы расплылись, а с другой стороны нормальные. С чем это связано? Вот, сейчас расскажу. Так хорошо, что у нас такая сейчас штука. Вот. С чем это связано? С тем, что они с одной стороны начали подниматься. Здесь больше массы. Ей куда-то подниматься надо. Здесь же не поднимается. Она вот сюда вытекает. У нас как бы такой язычок получился. Понятно, да? А с этой стороны нет. Там половина нормальная, а половина вот так вот вытекла. Это оно неравномерно высохло. Почему? Потому что кому-то надо меньше разговаривать, а следить за тем, как оно сохнет. Все-таки мастер-класс, все-таки надо красивое показывать, а не просто ля-ля-та-поля тут разговаривать. Ладно. Дальше. Вы не нужно остыть до комнатной температуры. Вот. Аккуратно снять. Я сейчас вам покажу, как аккуратно снять их. Не вот так мы их отдираем, то мы их отдерем вообще. Да? Аккуратно снять бумажечку с них, подобрать половинки. И мы половинки с вами можем хранить. Половинки мы можем хранить долго и мучительно. Они в холодильнике, в герметичных контейнерах хранятся 2-3 месяца. Вот. А с начинкой они хранятся в зависимости от того, какая начинка. Ну, если с ганашем, то хранятся неделю-две спокойно, может быть и дольше. Конвекция... Нет, конвекция ни при чем. Конвекция, она как бы в принципе дает воздуху лучше как бы циркулировать что ли. Вот. Но у меня даже конвекция не отключается. Вот. Поэтому я по своей духовке точно скажу, что это не духовка. Это именно высушились. То есть неверно. Они поднимаются по-разному. Телла. Здесь больше засохло, здесь меньше. Больше засохло, меньше поднимается. Да? Ну, как бы больше просохла масса. Здесь меньше. И оно вот прям неровно так хоп. И сюда вот вытекает. То есть если у вас на бочок немножко ложится, на бочок. Это у вас не... Ну, сейчас их подниму, покажу. Да? Это у вас неравномерное высыхание. Абсолютно точно. Если они у вас трескаются, давайте по ошибкам пройдется. Если они у вас трескаются, это бумага плохая, они оторваться не могут. Если они вытекают равномерно со всех сторон, да, это у вас с рецептом, значит, косяк. У вас, скорее всего, или перебит белок, или слишком много сухого белка добавили. Ну, сыпанули просто не глядя. Вот. Что бывает еще? Глянцевая поверхность такая, знаете, как бы нездоровая глянцевая. Как будто бы подсохшая. Вот. Это значит, вы пересушили сухую массу. И бывает еще, когда внутри пустота, внутри пустота плохо взбили или пережижили тесто. Вот. Ну, то есть, в принципе, тут ошибок не так и много. Сейчас я проверю, как у нас. Могу я здесь достать-то? Сейчас попробуем. Так, показываю, как их надо переворачивать. Надо как-то, ну, да, такие они, косенькие немножко. Меньше надо разговаривать. Итак, аккуратно взяли. Остудить до комнатной температуры. Так, не ржем, пожалуйста. Вот, над моими макаронами. Вот. Меня все любят еще очень, знаешь, там ученики наделают макаронских-нибудь, кривых-косых. Блин, горячее еще. Кривых-косых ученики наделают. Обязательно и найдется какая-нибудь, как с перчатками. Это что вообще за макаронс? Я говорю, подождите, это первые у людей вообще получились. Они вообще съедобные. Они вообще хотя бы на макаронс похожи. Вот. Ну, у меня, конечно, не совсем как первые, да? Но, в общем, я стремлюсь к успеху. Так, поехали. Как мы делаем? Мы поднимаем. Если у них у вас отпадают, отлично. Если нет, аккуратно переворачиваем. И отделяем, получается, бумажку. Понятно? Бумажку от них аккуратно отделяем. В противном случае у нас, смотрите, у нас получается, что макаронс и вот эта штука, вот она, блин, очень мягкая, они практически не соединены, а вы ее порвете. Окей, вот, да, сейчас. Горячие, это мягкие, мягкие, раз. Да, и тут буду отделять, тут пусть пока лежит тогда. Вот они остывают. Остывают, 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 остывают. И у нас с вами. Да, тут их еще близко слишком выдавил, да? Угу. Тут еще близко слишком их выдавил. Кто это? Не знаю. Кто их выдавил? Это так слишком близко. Вот, и вот они у нас, соответственно, вот, показываю, как выглядит. Давайте покажу. Вот яркий пример того, как оно поднимается на бочок. Видите, вот оно с этой стороны поднялось, вытекло. Видно? Да? И все. Да? И как оно должно быть? Оно должно быть ровненько, одинаково. Даже если вытекает чуть-чуть по рецепту, да, то оно должно быть плюс-минус одинаково. И вот, сейчас я... Притяжать тяжело. Да, чуть-чуть. Вот даже если вытекает, то оно должно вот где-то вот так вот одинаково вытекать. Чуть-чуть везде одинаково. Вот, да? Дальше мы с вами ищем половинки. Так, сейчас я их разберу аккуратно. Сейчас 5 секундчик. Прям реально очень горячее. Дома, пожалуйста, только не торопитесь. Дома, пожалуйста, сделайте все хорошо. Остудите до комнатной температуры. Не как я, вот так вот не мучайтесь. Что они тогда и разделяться лучше будут. И если и прилипнут, то тоже у них все будет хорошо. Вот, да? И начинка должна быть остывшая, и они должны быть остывшие. Я в рамках прямого эфира, да, все равно немножко тороплюсь, чтобы не 5 лет тут вам рассказывать это все. Да, и чтоб не было еще, знаете, как очень любят. Ох, это тоже любимая тема преподавателей. Наделал-наделал, короче, непонятно, что. Вот. Наделал-наделал, непонятно, что. И в итоге, соответственно, и потом они хоп, там, и из заначки достают такие красивые. И ты думаешь, так, подождите, как так? Ну, короче, я за то, чтобы вот вы видели реально, как оно получается. Смотрим. Да? Вот, если у меня такие штучечки, я их подрезаю. Какие-то крупиночки у меня остались. Ну, вот. Да? Наша задача найти половинки. Вот. Блин, мне ее брать-то еще пока тяжело. Так, девочки, ладно, 5 секунд. Давайте пусть они все-таки остынут. Сейчас наваляю, тут конфигни вам наделаю. Вы расстроитесь, я расстроюсь. Зачем мне? Красиво, некрасиво будет результат. Вот. Так, я не нашлась. Наоборот, посыл бы к тому, что моем руки чаще. Все правильно. Да? Моем руки чаще. То есть, в идеале надо мыть руки. Ну, как только вы чувствуете неудобства, их надо мыть. Вот. Как только чувствуете какое-то неудобство. То есть, ну, мы их вообще достаточно часто моем. Вот. То есть, это как бы, ну, норма. Вот. Так, что у нас дальше с вами? Юморная. Говорите все, как есть. Оксана пишет. Слушай, я за то, чтобы все-таки… Так, москвичова Вера еще спрашивает. Сейчас расскажу тебе. Да? Я за то, чтобы меньше приукрашивать действительность. Потому что я сама училась по видео из Ютуба в 2010 году. Что меня больше всего бесило? Первое сокращенное видео. Например, он начинает взбивать сливки. Значит, взбивает, взбивает, и хоп, они у нее взбились. То есть, на видео это там 10 секунд. Я взбиваю сливки. Ну, и заснуть, короче, можно. Потому что если их много, они долго взбиваются. А вот, тем более, там же никто не рассказывает, что они обязательно холодные. Можно там подкислить чуть-чуть, лимончика сыпануть, еще что-то. Вот, да? И, то есть, я не понимаю. Оно, как бы, вообще сколько должно взбиваться? Никто об этом не говорит. Потом, да, у меня даже все первые уроки, которые я записывала, я их даже вообще не вырезала ничего. Сейчас я хотя бы понимаю, что можно просто сказать было, что долго взбиваем. Вот, да? А первое, я прям вот стояла, и вот у меня столько взбивало. Вот так оно, столько и шло, серьезно. Если вы какие-нибудь первые уроки мои увидите, поржете. То есть, я прям, ну, то есть, ждем. Пока взобьется. Чтобы вы понимали, что это реально долго. Потом у меня второе было тема, что бывают специальные такие футблогеры, у которых, блин, все красиво. То есть, они делают торты, а там прям, знаете, прям красота какая-то. И ты думаешь, господи, да как же у них так все чисто? Как у них такая вот... И что после этого начинает? Во-первых, мне нравится красивое видео, конечно. Но у меня, как у кондитера появляется, как у... Сейчас у меня ничего уже не появляется, понятно. Мне сейчас вообще хорошо. Но у меня, как у начинающего кондитера, огромный комплекс. Потому что мне кажется, а почему я-то такая свинота? А почему у меня так-то все засрано? Вот, да? И тоже оно у всех так засрано. Понятно? Просто люди снимают красивый кусок, вот моют там в перерывах, еще чего-то, да? Чтобы оно просто эстетично выглядело. Но для обучения такие видео не подходят. Потому что у вас тоже, вам кажется, что так должно быть. Нет. Для того, чтобы работать, для того, чтобы делать на заказ, должна быть технология быстрая, должна быть технология удобная для дома. И она должна быть сосредоточена по процессам. Сделали все процессы, всю-всю-всю-всю-всю выпечку, освободили место, помыли, почистили, прибрали, заново к декору переходим, или к обмазке переходим, или к кремам переходим. Понятно? А вот пока мы делаем этот один процесс, например, бисквиты делаем, смысла каждый раз там что-то домывать до идеальности? Нет. Потому что мы работаем с одними и теми же ингредиентами. Ну, словно раз кружочек вырезал, и второй кружочек ты вырезаешь. Ты между ними же стол не моешь. Понятно? Вот мысль моя. А фудблогеры моют. Дальше, что у нас там про 16-й? 16 тысяч кто-то спрашивал у меня. Вера Москвичева про 16 тысяч спрашивает. Смотри, по курсам. Ну, с бесплатными понятно, за тысячу рублей понятно, да? С марафонами. Они и за тысячу... Есть там посложнее, кстати, марафоны. Торт гном, свадебный торт, бомбошар. Ну, вот они там две могут быть. До трех, по-моему, нет у меня за 3000 ни одного марафона нет. Ну, вот, раз, да? И дальше у меня два курса. На четвертый разряд и на пятый разряд. Пятый разряд, пятый разряд. Понятно? Самый дорогой. 48 тысяч. Со всеми скидками сейчас. 48 тысяч. Полгода занимаемся. Доступ вообще вечный. Ну, год может заниматься, в принципе. 40 самый... Вот там все. Там есть вообще все. В принципе. Рецепты, фотографирование, бизнес, все виды декора, два свадебных торта, кандибар, детские торты, шоколад, карамель, муссовый. Всего по чуть-чуть напихано, напихано, чтобы все, 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 все сделать и изучить. Там у каждого торта не только декор, но и рецепт. Там прям вот всего много. Вот все, что туда появляется, я все туда допихиваю. Там тоже курс долго снимался. Там тоже начало такая, я еще худая, потом жирная. Ну, то есть, короче, на меня посмотрят. Большой, нормальный курс. Вот. Соответственно, он разрабатывался на основе программы «Государственный кондитер» пятого разряда. Соответственно, он пятый разряд. Вот он пятый разряд. Там больше чуть-чуть информации на пятом разряде свадебных, кстати, не всегда делают. Вот пятый разряд. Вот это самый большой. Вот. Он столько с дипломом бывает. Он без диплома не бывает. Он с дипломом 48 тысяч, все включено, диплом гособразца, вносится в реестр, в физфордо, пробивается, в госуслугах пробивается, потом тут прям как весь фарш. До этого, да, есть у нас курс поменьше, да, он основы выпечки, основы выпечки, вот, и простой декор на четвертый разряд. Не всем нужен пятый, некоторым для работы нужен четвертый. Или хочется, ну, не сразу вот как бы в серьезные какие-то взаимоотношения вступать. Хочется что-то попроще. Вот. Так вот, он на четвертый, вот он бывает с дипломом без диплома. Вот. Он стоит с дипломом 16, если тебе не надо дальше. Получи диплом, и с дипломом ты можешь работать, мало ли ты в кондитерскую устраиваешься работать, мало ли тебе для соцконтракта нужен, например, диплом. Мы же с соцконтрактом работаем, у нас все документы белые, у нас все проходит по государственным всяким органам, мы везде нормально пробиваемся, то есть у нас прям все хорошо. Вот. Понятно? Мало ли тебе четвертый. Но если ты планируешь, например, вот этот пройти, а потом пятый получать, то тогда можно взять здесь усеченную версию. То есть сделать, например, за семь без диплома, все пройти, посмотреть, каково тебе, можешь остановиться, можешь доплатить диплом взять. Или же семь, и потом ты прыгаешь на пятый. То есть их всего два. И рецепты не пересекаются, рецепты все разные. То есть они все прям, здесь рецепты, которых здесь нет. Для того, чтобы вам интересно было. А в пятом разряде я старалась такие немножко рецепты поискать, такие какие-то с опендрежем. Понятна разница? В четвертом нет бизнеса. В четвертом нет бизнеса. В четвертом сейчас я даю в подарок, даю или по инстаграмму, или по вкап даю в подарок небольшой курс. Он так отдельно пять тысяч стоит, в подарок даю, ну чтобы что-то хотя бы как-то начать. Но бизнеса там нет. Бизнес, ну так серьезно, уже в большом курсе. Потому что четвертый разряд чаще всего, или ты только начал, ты еще как бы, ну, соцсети потихонечку изучаешь, что ты делаешь. Или ты на работу устраиваешься, если с дипломом. На себя редко берут. Так, ну, как-то так, по крайней мере. Вот. Кухня чистая, лариона, прям, мне тоже бесит чистая кухня. Это потому что трындешь. Ну, серьезно. Вот, ну, у меня и то уже тут все немножко. Вот, мне муж купил за 16. Волшебный муж. Просто супер. Да. Прошляпила, про курсы, пока детей карпила. Да. Если вопросы какие-то будут, пишите мне в личку, не стесняйтесь. Пишите в личку группе, не стесняйтесь. Потом у меня в группе вот в этой, которая вот тортики от Одриф, такая, ну, оранжевая, говорю, малиновая такая заставка аватарка. У меня там работает робот. Робот. Если вам, ну, как бы неудобно со мной общаться, ну, мало ли. А хочется все поузнавать. Короче, в сообщения группы, все знают, где сообщения группы? Написать в сообщения группы. Пишите слово «старт». Серьезно. И робот вам отвечает. И робот начинает там «Здравствуй, привет котика присылает». «Чего хочешь?» Ты такая, диплом. Он тебе хоп-хоп-хоп. То есть, в принципе, можно с роботом пообщаться, посмотреть. То есть, какая программа посмотреть, какие тортики на курсе. Ну, там прям вот все. Какой диплом, какая у нас лицензия. Там отзывы посмотреть. Ну, то есть, погулять вообще. Как-то разобраться. Вот, да. Опять же, те смотрят меня в других соцсетях. Это мы про ВКонтакте говорим сейчас. Вот. Да, то есть, там прям хорошо. Там прям, ну, там робот. Это же все это сообщение. Эти серьезные фотографии все прикрепляла, сообщение. Поржете. Да, и есть кнопочка там «Вызвать менеджера». Когда все, ты нагулялся, хочется с человеком пообщаться. Человек тоже есть. Это или я, или Марина, или Саша. Скажет «Здравствуйте». Или Фариза у нас еще есть менеджер. Вами менеджер такой там. Что хотели? Рассрочка, не рассрочка. Ну, мало ли что-то оформлять уже надо там и так далее. Поспрашивать. Подойдет, не подойдет. На диплом, если вы, например, идете. Учились в других курсах, например. Все там прошли, все сделали. Все. А там не было диплома. Или давно учились, например. Или дома вообще учились. Может, вы с самородок, блин, реально дома научились. Сходили на пару курсов. У вас все окей. Такое бывает редко. Но бывает, когда человек, блин, реально, ну, руки из нужного места растут. Это не я, если что. Вот, да. Но такое тоже случается. Как после самообучения. Вот, да. Надо прийти и подтвердить свою квалификацию. И мы выступать можем как сертификационный центр. То есть можем собрать комиссию из меня, Марина и Саши. Понятно, да? И такие будем смотреть на ваши торты. Какой же у тебя разряд? Ну, и так понятно, короче. Если торты кремом, то чаще всего четвертый. Если есть мастика и цветочки, то чаще всего пятый. Ну, то есть сложности-то небольшие. Вот. Все. Можно сдать экзамен, да? То есть на него тоже есть разрочка, кстати, на этот диплом. Это 15 тысяч стоит. Услуга отдельная. Оформление экзамена и диплома. Вот, да. На него тоже есть разрочка. Можно частями нам платить. То есть не имеет значения. Но есть возможность хотя бы получить эту корочку и не платить 500 раз. Здесь за курсы, здесь за курсы, здесь за курсы. Кому учиться? Если вы все знаете, все научились, все сделали. Вот. Сертификаты мне нужны будут, все документы об образовании, которые есть. Фотографии тортов, фотографии процессов нужны будут. Раньше еще тест я давала заполнять, сейчас я его сама заполняю. Вот. Короче, все. Мы оформляем это как квалификационный экзамен. Прикладываем все бумажечки, отправляем в Министерство образования. Все. Да? Заносим документ, заносим данные, заносим физфердо. Физфердо раз в месяц мы отправляем данные. Вот. То есть у вас документ будет пробиваться через месяц-полтора условно. Все. И высылаем почтой. Обычной почтой. Идет он в среднем от трех дней до, ну если в Оркутах какая-нибудь, до двух недель. Долетает хорошо. Если надо, другой мы можем отправить с ДЭКом. У нас еще с ДЭК тут рядом. Боксбери у нас нет. Ну с ДЭКом чаще всего просят, когда отправить. Например, Кабардино, Балкарию, там что-то такое вот. По соцконтракту тоже мы им отправляем вот такие документы. Вот. Дальше. Можно в духовке прогревать заготовки перед выпечкой на конвекции. Проветривать заготовки перед выпечкой на конвекции. Валентина спрашивает. В принципе, да. Если ты хочешь проподсушить сейчас их, не вентилятор, не кондиционер мой, да, можно. Если она у тебя может с комнатной температурой ветерок давать, можно, можно, можно такое делать. Так, ну что, дорогие мои друзья. Сейчас я найду красивые две какие-нибудь половинки, чтобы вам что-то приличное показать. Вообще, как собирается-то хотя бы это. Вот, да. И будем уже закругляться. Итак, я рекомендую для всех начинающих выдавливать крем по методике вот такой. Сейчас расскажу. Так. Вот по вот такой методике. Так, проверяем. Вверх-вниз, чтобы правильно сходился у нас. Раз, и вторую какую-нибудь сейчас сделаем. Тоже поровней какую-нибудь найдем. Да, сегодня не сказать, что я прям в ударе-то. Вот это. Ну да, предположим, вот это. Да, чуть-чуть кривоватенько. Ну, вроде ок. Так, эти потом соберу. Красивенько пофоткаю. Посмотрите на фотографии, какой, оказывается, красоту мы сделали. Что мне не нравится? Мне не нравится, что вылезла юбочка такая, видите, по бокам. То есть вверх она нормальна, а вот так мне не очень нравится. Но это еще не брак. Брак – это когда вот она с одной стороны… У меня вот этот страшный-то самый. Сейчас, когда она с одной стороны вылезает, вот это вот прям брак. А вот это не брак. Вот она, да? Вот это брак. Вот это брак, да? Вот когда она на одну сторону вылезает. А вот это не брак, но мне просто эстетичнее не очень нравится. Как я рекомендую новичкам делать? То есть когда вы видите красивее, выдавила, прижала, не делайте так. Скорее всего, вы сломаете печеньку. Для всех новичков я рекомендую метод другой. Взяли, можно насадка, можно не насадка. Вот. Так, что у меня тут? Будет выдавливать столу? И будет выдавливаться у нас еще. Сейчас, подождите, пять секундочек. Так, я пакет сломала. Сейчас пакет номер два. Почему вылазит сбоку? Танюш, пересмотри этот самый эфир. Я рассказываю, почему вылазит сбоку. Высохла неверно. Можно, можно обрезать, да? Конечно. Можно обрезать, само собой. Чуть и грезку выливать мы всегда сделаем. Вот. Ну, просто это считается как бы брак. Чтоб вы видели, чтоб вы понимали, да? Можно сделать, чтоб было хорошо. Вот, да? Ну, как бы считается брак. Ну, почему я вам тут сейчас буду что-то рассказывать? Ну, я ж... Помните, да? Я за откровенность более-менее. Можно, можно. То есть, по правде это делается... Смотрите. Взяли ножничками, аккуратно. На высохшей, вот видите, треснуло. На высохшей аккуратно подрезали. И все, да? И в принципе не видно будет. Конечно, можно, да. То есть, понятное дело, сейчас я для фотографии все сделаю красиво. Не переживайте. Вот. Мне ж вам надо еще как-то сборку показать все-таки. Вот. Они просто как из говно-крути. Так, смотрим. Короче, я рекомендую для всех начинающих делать вот таким вот образом. Взяли. Выдавили колбаску по краю, да? Чтобы у вас красивый был край. Вот это важно. Дальше. В серединку заполняете или этим же кремом, или любым другим. Вот, да? Аккуратно прикладываете вверх. В середину не жмете, жмете по бокам. Да? И вот наше, в принципе, показываю. Да? И вот наше макарунино, в принципе, готово. То есть, наша задача с вами, смотрите, чтобы крем был... То есть, по классике, крем должно быть видно 1-2 мм до 5, ну, если много хочется. Крем должен быть вровень с краями, не вылазить и туда не прятаться. Вровень с краями. Ну, вот плюс-минус где-то вот такой результат. Когда вы выдавливаете колбаску, у вас просто краешек, вы можете контролировать, чтобы он у вас был в нужном месте. Когда вы выдавливаете просто капельку и прижимаете, скорее всего, вы нажмете на середину и вы ее сломаете. Потому что там, ну, есть сложности, это как бы достаточно сложно контролировать. Вот, дальше, после сборки вы берете и даете немножко пропитаться, в зависимости от начинки тоже. Для того, чтобы у нас начинка туда-сюда в печеньку чуть-чуть пропиталась. Вот, и тогда получается сама печенька марципанового вкуса, ореховая, с шоколадной, как бы, пропиточкой такой. Вкуснота! Вкуснота! Ну что, дорогие мои, на этом наш эфир практически закончен. Если есть вопросы какие-то, без проблем можно мне их задать. А я с вами, а я с вами прощаюсь. С вами была Патракова Ольга. Всех люблю, целую. Кому диплом, кому курсы, пишите мне, пожалуйста, в личку в комментарии куда-нибудь. Ну вот, да, моя личка, я сейчас вам ее напишу, рецепт напишу. К видео рецепт будет мне быстро, где-то примерно через час, наверное, через два будет рецепт. Вот, пока я дойду, пока описание сделаю, пока что. Вот, и что еще? Но в видео я сказала полностью рецепт. Пересмотрите сначала, я полностью его продиктовала. То есть, если вам прямо надо сейчас готовить, все! Оля, макаруанс! Да, кто будет готовить, обязательно напишите мне. Я серьезно всегда, всегда рада вашим любым добрым словам, злым словам. Тоже рада, потому что комментарии поднимают активность, вы же знаете. Вот, да, будете делать, присылайте фотографии. Вот, люблю, целую, всегда ваша Патракова. Все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok